МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О творчестве, о современном театре, разговор с художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Евгением Марчелли и актрисой Волковского театра, лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» Анастасией Светловой. Здравствуйте, многоуважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, если я не ошибаюсь, впервые в Архангельский и Ярославский театр. Да, но, по крайней мере, на нашей памяти не было. Мы были на такой поездке, и это очень для нас интересно и любопытно. Привезли вы четыре спектакля, и 20-го числа первый. Вот давайте немножечко о самих спектаклях. Что это такое? Все очень разные спектакли. Так сказать, аннотация от самого художественного руководителя. Это специальная такая подобранная программа с разными совершенно театрами, эстетическими, программными разными театрами. И, скажем, вот 20-го числа мы играем «Морфея в Редику». Это поставленная молодежью для молодежи и участвует в ней молодежь. Это пластическая хореографическая легенда о любви. В ней почти нет, слов почти нет. Это такое хореографическое действие. Поставлено пластическими режиссерами. И для драматического театра оно, мне кажется, очень такое любопытное. Вторая наша работа, следующая, 21-го числа, это идет «Тартюф» пьеса. Классика. Это классика, Мольер, да. И поставил ее замечательный наш режиссер Ярославский Александр Сергеевич Кузин. И он, да, Настя мне подсказывает. И он как раз режиссер такого совершенно нормального, человеческого, традиционного, классического. Тебе хотят сказать, что я-то ненормальный. Да, я, видимо, ненормальный. А он такого классического, такого не пугающего театра. Не радикального. И это классика. Те, кто любит классический театр, это на «Тартюф». Это «Тартюф», да. Это «Тартюф». Следующая работа, это как раз вот моя работа, это Екатерина Ивановна по пьесе Леонид Андреева. Да, читали, читали. Это то, что, в общем, наверное, может провоцировать некий такой зрительский скандал. Ну, и пьеса, она, когда вышла более ста лет назад, она уже спровоцировала сразу скандал в литературных кругах. Когда Владимир Иванович Немирович Данченко поставил на сцене МХТ, поставил спектакль. Это был скандал в театральных кругах. Ну, и мы стараемся продолжить историю скандала. Ну, тоже классика своего рода, да? Ну, такая классика, да. Классика немножко другого, другим оттенком. И еще спектакль-концерт. Это драматический концерт, блюз, на самом деле, это такая попури на тему вот американского блюза, наверное. Это очень симпатичная история, драматическая, где артисты молодые, хорошо поющие. То есть у вас артисты и поют, и танцуют, да? В общем, да. Анастасия, вы тоже поете и танцуете? Я пою и танцую, но я не участвую ни в первом, ни в последнем спектакле. В одном? В двух спектаклях. В середине которых. Ну, теперь, с вашего позволения, давайте немножко поближе познакомимся. И вот Евгений Жозефович. Да, можно сказать, Евгений, да. Хорошо, Евгений. А вас неоднократно упоминают как о режиссере, о короле советского авангарда, о режиссере, который ломает стереотипы. И вы с этим формулировками согласны? Да, вы знаете, я не очень согласен. Это было давно, в юности, да, наверное, когда я был молодой, и мне приходилось осваивать театральное пространство. Может быть, оно таковым и было. Но сейчас, мне кажется, я очень, для себя, по крайней мере, достаточно культурный, традиционный и спокойный режиссер. Так мне кажется. Ну, хотя, наверное, иногда бывают какие-то и типа Екатерины Ивановны. Взгляд со стороны, Анастасия, вы как, согласна, что вот так? Не знаю. Мне сложно говорить, потому что я все-таки смотрю изнутри. Вот то, что я видела спектакли Жени, в которых я не участвовала, в разных других театрах. Ну, конечно, это спектакли, которые потрясают вот своей какой-то, наверное, вот таким острым, современным, с моей точки зрения, взглядом. Потому что, конечно, наше время, оно такое резкое, жесткое, и спектакли, когда все такое причесанное, мягкое, они как бы идут на контрасте с сегодняшним нашим временем, с нашей жизнью. Поэтому, мне кажется, вот уже не спектакли как раз, они идут в ногу вот с тем, чем мы живем и чем мы дышим. И с ритмом, и с внутренними проблемами нашими, обостренными и оголенными проблемами, которые, собственно, в театре, они вот как бы проявлены абсолютно. Евгений, а что тогда такое сегодня авангардный театр? Авангардный? Ну, это, наверное, тот театр, который сегодня сильно отличается от того театра, который существует. Вот сегодня идет в государственных театрах, в репертуаре. Это экспериментальный, это, наверное, что-то очень резкое, очень агрессивное даже, наверное. Но мы говорим даже больше не о форме, да, или о форме? И о форме, и о форме. Ну, содержание, если говорить про содержание, то это сегодняшняя драматургия, она достаточно авангардна, в том смысле, что она очень агрессивна, она очень, даже я бы сказал, депрессивна. Вот, в принципе, драматургия такая молодая, она достаточно резкая, радикальная, депрессивная, такая немножечко, в общем, нестандартная, что ли, не мягкая. Вы в 2005 году признаны лучшим режиссером российской театральной провинции, в 2006 стали обладателем национальной премии «Золотая маска», ваши спектакли неоднократно номинированы на эту премию, но и вы почти всю свою творческую жизнь работаете в формециальных театрах. Вот почему? Почему не в Москве, в Питере, то и за рубежом? А сразу сложилось так. Я закончил Щупицкое театральное училище, режиссерский факультет, и сразу поехал работать в провинцию, ставить спектакли в маленький очень город, в маленький город советский, который когда-то назывался Тильзитом. Это город, в котором практически нет жителей, их 40 тысяч, то есть для театра это ничего. И вся моя такая длинная, долгая жизнь, становление произошло именно в этом городе, в этом театре. И мне понравилось, что я не попал в театр именитый, со знаменитыми артистами, с раскрученными, не знаю, медийными лицами, а я был в очень маленьком, убитом, забытом богом городском театре, где мне судьба дала возможность попробовать построить тот театр, который бы ты хотел. Театр твоей мечты. Получилось? Ну, в общем, во многом получилось. Удалось добиться очень разных эффектов. Ну, например, удалось добиться, что зрители перестали ходить в театр совсем. Это, я считаю, одним из моих самых крупных достижений в области театра, что практически на спектакль приходил один зритель, и мы для него играли огромный спектакль, в котором было 50 человек задействовано. То есть у вас были единомышленники, вот эти 50 человек, они развернулись, а вышли и играли. В общем, в этом и заключается наш смысл, чтобы пришел человек в театр сам и купил билет. Не уполномоченный ему, случилось раньше, в советские времена, как уполномоченные билеты в нагрузку давали к каким-то там мероприятиям, да, а человек пришел и купил сам, и он сел в зал, и он пришел в театр, а не случайно зашел. И, в общем, я стремился к такому зрителю, и, в общем, во многом мои стремления увечались успехом. Но ведь и дальше были провинциальные театры. И дальше были, они были более крупные, более серьезные, но они уже были, как бы сказать, я уже к ним немножко был внутренне готов. Был и московский театр, я работал дважды в театре Бахтангова, я поставил там два спектакля с известными, именитыми артистами, с Василием Лановым, с Маковецким, с Симоном. Я работал со звездами, и я вам скажу, что это доставило мне колоссальное удовольствие и ощущение, в общем, огромного такого театрального праздника. Вообще, встреча с талантливыми артистами – это огромный театральный праздник. Но моя все равно жизнь, она все равно связана с провинциальным театром, где нет суеты, где нет, где нет, да, вот мне важно, чтобы не было суеты, чтобы была очень спокойная, нормальная жизнь. А сложно добиться провинциальному театру признания или вообще стремиться к успеху не обязательно? Вот так, для одного же зрителя играли. Ну, наверное, сложно. Знаете, все-таки, конечно, сложно. Но и потом, ведь, как сказать, ты же не можешь изначально стремиться к успеху, да, ты делаешь свое дело, а потом случается или не случается. Вот это очень важный момент. Я сейчас, ну, когда я сейчас стал так, почему-то стал известным, и, как вы говорите, меня там кто-то признал, и даже каким-то одним из лучших режиссеров, это для меня, ну, странно. В нашем деле, у нас же очень не соревновательное дело, у нас оно абсолютно вкусовое и абсолютно субъективное. Одному человеку это нравится, а очень другому это категорически не нравится. Поэтому сказать, что ты замечательный режиссер для двоих, для того, кому это нравится, да, я люблю горячий, обжигающий театр. Театр, который просто обязательно должен оставить какое-то, ну, потрясение, эмоциональное возбуждение. Мне кажется, если человек не пережил в театре потрясение, то он зря сходил в него. Я не очень люблю, сам я люблю очень такой приятный театр, такого развлечения, да. Но вообще мне нравится, я люблю театр оперетты, мне нравится, мне дико нравится такая радость, праздник, шампанское. Но делать такой театр не умею. Я уже следил театр, то это непременно называется водка, это должен быть так как бы удар, это удар должен быть сильный. А вот к Анастасии вопрос, скажите, ведь для актрис это важно, зрительская любовь, зрительское признание, да. Ну, а вот в Екатерине Ивановне вас вообще забрасывали помидорами, когда была премьера. Это кто это? Я вот так вот, да, читала, вот такие. Это образно. Образно, да? Конечно, да, да. Ну, слава богу. Это я ем помидоры и разбрасываю по сцене. А я вот так вот. Никто никогда не забрасывал помидорами. Нет, ну, могли, могли, образно могли, конечно. Образно, хорошо. В смысле, выходя из зала хлопать дверью, это то же самое. Ну, вы бы могли сыграть для одного зрителя? Конечно, конечно. Потому что этот зритель самый сконцентрированный и самый внимательный был бы. И это ощущение его в зале одного, и что само осознание того, что вот этот огромный коллектив играет только для тебя, я думаю, что это... Ну, я бы вот была счастлива, если бы я когда-либо оказалась в зале одним зрителем. Я думаю, что это эффект потрясающий. Так вот, а как же быть вообще вот со зрителем? Вы думаете о нем, когда ставите свои спектакли? Да, конечно, я думаю о нем. Ну, как, я не могу абстрактно думать о ком-то, да? Я всегда думаю о том, если я в зале. Вот такой человек, как я в зале. Такой человек, который не очень любит театр вообще, в принципе. Я признаюсь, да, я как зритель не очень люблю театр. Я с удовольствием провожу время, я нахожу для себя какое-то другое времяпровождение. Не знаю, читать, гулять, думать. То есть вы не ходите в другие театры, вы ездите в Москву и смотритесь? Я хожу, я хожу. В силу того, что я работаю в этой профессии, я хожу и терплю. Все надо следить. Я хожу в зале, терплю 2, 3, 4, 5 часов, терплю спектакли, которые, конечно, на меня редко, редко производят впечатление. И, как правило, я это терплю только потому, что я в этой сфере. Но по большому счету, я как бы вот я на такого зрителя и стараюсь ориентироваться, который не очень любит театр, который пришел случайно, которого привела женщина. Мужчина ходит в театр только, я думаю, по женскому желанию, инициативе. Культурная программа. Да, театр – это место женщин. Вот странно, но это так. Вот женщины, они как-то, они так, он им больше нужен в жизни. Сейчас архангельским женщинам на заметку, что надо на все спектакли сходить. А вот я дальше стараюсь вот того мужчину, который случайно попал, который шел с тайной надеждой попить в буфете пива и остаться, задержаться в буфете, вот я стараюсь вот на этого зрителя внутри ориентироваться. Я стараюсь, чтобы для него это оказалось интересно. То есть, вот здесь вот, мне кажется, противоречие, не знаю, для меня так, вот я так расцениваю. Массовому зрителю жрисер должен потакать? Ведь это массовый зритель. Вот вы сейчас говорили о массовом зрителе. Женщина – это мужчина, но тем не менее. Я не знаю, как потакать. Понравится ему? Понравится. Я вам так скажу. Понравится, наверное, хочется. Но стараться много для этого сделать, чтобы понравиться, конечно, нет. Но ты стараешься максимально для себя попробовать рассказать историю, которая тебе кажется интересной. А уж понравится она потом или нет, это уже, мне кажется, даже не очень зависит от режиссера. Вы говорили о спектаклях, что вы любите такие, да, горячие, острые спектакли. А это одно и то же злободневные социальные спектакли? А может, даже политические? Нет, как раз для меня политический театр – это совершенно не моя территория. И злободневность абсолютно тоже. Я буквально, вот так вот, так буквально злободневный театр я не очень люблю. Но мне кажется, театр вообще должен заниматься другими вопросами. Вопросами такими вечными. Что такое одиночество, что такое смерть, что такое любовь, что такое жизнь, смысл жизни. Вот такие вопросы. А уж дальше есть огромное количество других видов, которые осваивают современную действительность. Настя, а вот для вас режиссер-авангардист, для вас режиссер, не придерживаясь каких-то норм классических, это беда или наказание, или подарок? Нет, это подарок. Конечно, подарок. Потому что это всегда живой театр. Все равно всегда живой театр. Потому что, ну, как я говорю, вот причесанный. Вот для меня есть некая такая, ну, как критерий, что ли, вот разница между театром таким, которым, ну, бушующим, как, я не знаю, как вулкан, который неожиданно в какой момент он взорвется. И театр достаточно спокойный, умиротворяющий. Театр, который, ну, такой эстетически просто ты смотришь, и вот получишь красивые костюмы, мягкая речь, никаких особых взрывов, никаких особых агрессивных сцен. То есть вот я все-таки, наверное, приверженец и любитель все-таки театра Острова. Ну, по крайней мере, вот на сегодняшний день могу сказать, что, конечно, вот театр, который строит наш режиссер Марчелли, это театр, который мне очень интересен, и в котором я существую, как мне кажется, как рыба в воде. По крайней мере, мне, я получаю колоссальное удовольствие, и мне там очень нравится. Ну, а вот сложно ли работать с супругом, как в вашем случае? На одной сцене, в одной связке? Не знаю, мне кажется, я не знаю, я не знаю, как другим, потому что я всегда, как сказать, мы всегда существуем в диалоге. Мы всегда что-то такое, какие-то вещи, которые, может быть, на репетиции я не успеваю, может быть, впитать, понять. Я всегда могу спросить, я всегда могу... За стенами продолжать сразу же, да? Ну, а как же, это так интересно. То есть, это идет такой длительный процесс. Нет, легче, конечно, легче. Какого-то осмысления. Для вас, конечно, легче, да. Какого-то диалога. И нет, нет, это очень интересно. Но потом, просто, как же не очень интересный вообще художник, поэтому не только о спектакле, который мы репетируем, мы общаемся вообще о театре, вообще о жизни. И поэтому человек творческий, художник, режиссер, это всегда очень интересно. Все же говорят, что как сложно иметь творческого мужа. Нет, нет, это все неправда. Вы работали в Калининграде, в Омске, вы уже упомянули Советское, да? И вновь вернулись в Ярославль. Да, много лет в Советский, потом в Калининград, Омск, Воронеж, Москва. И вот сейчас вдруг я судьба привела Ярославль. Что-то тянет, что-то такое есть особенное в городе, в театре? Нет, я вам скажу, это какая-то случайность, но которая вдруг оказалась каким-то удивительным таким. Судьбоносной. Судьбоносной, да. Я когда учился в городе Ярославль, у меня очень не нравился город, это был очень грязный, это были конец 70-х годов, это был грязный, пьющий, агрессивный, очень такой бандит, не знаю, жуткий. Меня дважды на улице раздевали, избивали в период обучения. Это была какая-то дикая, мне не нравился город, мне не нравился дикий этот театр. Этот Волковский театр, мы бегали в массовках в нем, в спектаклях. Мне очень не нравился театр, мне казалось, что это абсолютно неправдышный, весь пафосный артисты на сцене стоят, а мы лежали на полу в массовке, а артисты на сцене в это время громко ваяли. И они так в это выдавали, я вот лежал, я думал, неужели вот я учусь для того, чтобы вот так вот потом на сцене стоять и вот так вдувать пространство. И все не нравилось, поэтому когда вдруг судьба меня нечаянно привела в Ярославль, я сначала этому внутренне сопротивлялся, но сейчас мне очень нравится. А есть те, кто вот тогда еще, когда вы были студентом, да? Конечно, есть, да, и педагоги есть, и актеры есть, и многие, да. А вы уже начальник, можно сказать. Да, я уже начальник, они меня помнят тоже, потому что мы вместе с ними играли. Маленькие, да, студенты, да? Ведь и город изменился. И город очень изменился, очень красивый, красивый. Вообще город фантастический. Спокойный, прекрасный. Театр, разумеется. Да, да, да. Типа 33 церкви в городе. Да, среднерусский, киевский. Настя, вы-то тоже, можно сказать, гость, да, Ярославль, да? Четыре года, в общем-то, наверное, не срок еще. На самом деле могу сказать, что вот из всей моей истории творческой, могу сказать, что это первый город, из которого мне не хотелось возвращаться домой, но там, предположим, где я родилась. И поэтому вот, наверное, это вот то самое место, где мне очень хочется находиться и жить. Ну, да, вот вы упоминали уже, что вот тот театр, который Волковский, тот театр, но ведь он же и сейчас уже, он же и сейчас остался репертуарным, академическим. Это плюс или минус? Ну, формально, это, конечно, ну, как сказать, это некий статус, это статус. Но статус – это, конечно, минус, потому что статус – это всегда немножечко такая завышенная самооценка. Ну, и традиционно это достаточно консервативный такой традиционный. Есть же свои правила у театра, наверное, да? Да, есть, к сожалению, есть. Но вам приходится вот, да, формат вот этот приходится? Приходится с этим форматом бороться, да. А, бороться, я думала, народ. А этот формат, он же, когда он становится уже, он давлеет, он становится мертвым. И дальше театр – это мертвый театр, который, в общем, ваяет какие-то вещи. Хочется, чтобы был живой, живой. Но вы сохраняете репертуар вот этих старых спектаклей? Да, что-то идет у нас из репертуара, там, вчерашнего, позавчерашнего театра, что-то идет. Но оно идет пока, как сказать, мы специально хотим, чтобы в театре было очень много разных, разных возможностей для… Вы находите общий язык с директором, с министерством, да? С директором, замечательный директор, да, язык, потому что у нас молодой тоже директор из Москвы. Человек достаточно активный, мощный, просто фантастический. Трупа сколько, 60? Трупа за 60. Это огромная трупа, с которой невозможно справиться никому в жизни. И большая часть трупы – это женщины, что, в общем, еще усложняет ситуацию, потому что женщина справиться уже не может. Просто никто. И, конечно, это я нахожусь в состоянии просто, 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 ну, диком. При распределении новой работы я заранее знаю, что сейчас повесят… Закрываетесь в кабинете, чтобы не было распределения. Да, с распределением. И у меня будет 3-4 очень тяжелых дня, когда я должен буду встречаться взглядами, когда ко мне будут приходить актрисы, устраивать истерики, рвать волосы, плакать, кричать, что они всю жизнь отдали театру, приносить. Вот такие стопки рецензий, 40-летней давности статей, какие они были великие. И насколько, в общем, я их всех уничтожаю. Мне нужно будет пережить эти 4-5 дней. Да, но вот это тоже ведь наследие академического театра, да? Такая огромная труппа. Это, к сожалению, наследие вот того театра, который сложился к сегодняшним днём. Которому уже больше 200 лет, да? Да, в принципе, ну это не только Волковский, это в принципе русский, русский, репертуарный. Вот тот театр, который у нас сегодня существует. У меня около 30 человек, молодёжи замечательные, прекрасные молодёжи. Да, при этом есть редкий театр, где такое количество молодёжи, талантливые, разнообразные. Да, вы знаете, мне бы ещё хотелось, всё-таки не могу не коснуться вот этих таких злободневных вопросов о новых правилах в культуре. Не знаю, коснулись ли они вашего театра. Вот я и о запретах, начиная там с нецензурной лексики на спектаклях, да, с ненормативной лексики, до тех вот так называемой дорожной карты. Не знаю, коснулась ли вас эти оценка эффективности деятельности театра, вплоть там, надо считать, посещаемости спектаклей. Вот как вы на это смотрите? Я как-то освобождён от этой вот, от этой заботы. Меня директор так, как-то он взял это всё в свои руки, и он как-то это всё контролирует, он как-то это всё с этим работает. А я, в общем, занимаюсь свободным творчеством. Поэтому, ну, нет, конечно, законы есть, мы им подчиняемся. И с 1 июля, я так и не знаю, он принят или не принят, о запрете на ненормативную лексику. Но у нас есть спектакли, в которых это является содержанием. И мы их, в общем, не знаю, как сейчас будем работать. Сейчас можно или нельзя. То есть вопрос открыт пока, да? Вопрос открыт, да. А вообще вы как относитесь к цензуре? Я отношусь... Мне кажется, что есть самая главная внутренняя цензура, и это самое главное для любого художника, для любого творческого организма, для любого произведения искусства есть одна цензура. Это внутренняя. Всё, больше никаких не может быть цензурой. Ну, и когда чиновник решает, давать или не давать деньги театру на постановку спектакля, в зависимости от того, сколько посещают зрителей, да, здесь уже вообще разговор об одном зрителе как-то не стоит, да? Ну, да, 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 да. Ну, да, мне кажется, это нелепо, да. Театр сам может на себя зарабатывать, как в Волковском театре? Нет, зарабатывать театр не может. Тот драматический театр, который на сегодня существует у нас в стране, зарабатывать не может. Театр – это, конечно, дотационное учреждение, которое требует государственного вложения. Театр – это та непозволительная роскошь, или позволительная роскошь, которую может себе позволить высокоразвитое государство. Театр – это роскошь, держать такое количество актеров, труппу, здания, декорации. Ну, что, билеты в театр – это, я думаю, что максимально, сколько театр зарабатывает, это 25% от общего дохода театра, который 70% составляет, конечно, государственный. Но вас не заставляют думать о том, чтобы заработать в Волковском театре? Ну, в общем, как не заставляют? Заставляют, но как-то мне кажется, что это больше директор на себя берет такие роли. Думать он берет на себя. Позволяем не заниматься… А мы чувствуем. Да, свободным. Вот вы в одном из интервью сказали, что город можно назвать театральным, если у властей есть определенная позиция к театру, не знаю, помните или нет. В Омске губернатор обязывает руководителей всех министерств, это я читаю из вашего интервью, смотреть каждую премьеру театра. Мало того, министрам надо быть готовым к обсуждению этого спектакля. Это действительно работает? Да, конечно. Но в Омске, я вам скажу, что в Омске на сегодняшний день это один из самых успешных, самых интересных театров. И только благодаря тому, что огромное количество лет губернатор просто политически поставил на театр. Театр был как некая визитная карточка города. Когда приезжает любой знаменитый человек, любой, он может быть нефтяник, он может быть художник, его сначала ведут в театр, обязательно в театр, в поседине театра. И театр вообще это как некая даже такая, вот да, просто визитная карточка. И губернатор был просто заинтересован в том, чтобы театр процветал и жил в общем в абсолютном достатке и творческом. Ну, Омск как пример. А вообще вот такая позиция, такая расстановка сил, она работает? Работает, когда есть интересы власти. Когда власти кажется, что театр – это искусство для определенной группы, все, тогда театр заканчивается. Ну, я думаю, что из нашей беседы уже понятно, что такое театр Евгения Марчелли, да? Да, понятно, я не знаю. Или вы обобщите, да? А что такое, Настя, театр Евгения Марчелли сегодня? Я-то не знаю, даже не знаю, как сформулировать, чтобы это было. Ну, это авторский театр, да? Ну, безусловно, то, что авторский, безусловно, да. Ну, вот для меня это такой немножко взрыв мозга, вот для меня. Потому что это всегда очень сильное какое-то потрясение на уровне ожога, вот это для меня. Будем взрывать мозг архангельским зрителям? Ну, да, попробуем. Это для меня так, я не знаю. Из моих работ здесь одна работа, которая будет идти после 22 числа. А как вы считаете, наверное, к вам вопрос, что такое театр будущего, каким будет наш театр? Я, к сожалению, думаю, что он будет коммерциализированным, если есть такое слово правильное. По крайней мере, как бы он двигается в эту сторону. Именно необходимость выживать театр в современных условиях диктует его впрямую зависимость от зрительского спроса. Поэтому, в общем, театр все равно движется в эту сторону. И он движется туда, куда, в общем, идет весь европейский театр. К вымиранию. Потому что практически в Европе театра не существует. Есть отдельные театры, но того театра, который был в Советском Союзе, профессиональный, репертуарный театр, такого театра нет нигде в мире. И он был только у нас. Это было наше, на самом деле, серьезное достижение. А сегодня есть отдельные театры, поддерживаемые государством, отдельные художники. Но, как таково, в Америке вообще драматический театр нет. Вы найдете себя в театре будущего? Да я надеюсь, что я до него не доживу. А в театре настоящего мне пока комфортно. И мне кажется, что это будет длиться бесконечно. Будем жить настоящим. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Конечно, театрального думающего зрителя и побольше масок. Спасибо большое. В прямом эфире были гости Архангельской Евгении Марчелли, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и Анастасия Светлова, актриса Волковского театра. Оба лауреаты национальной премии «Золотая маска». Зачем каждый из нас идет в театр? Что ждет? На что настраивается? Однозначного ответа, конечно, нет. Каждый ищет свое, как в жизни, как в любви. Огорчают разочарования, вдохновляют открытия. Театр, искусство вневременное. И все мои участники этой пьесы посмотреть на себя со стороны, что может быть увлекательнее. Вот такие дела. До встречи.